Здравствуйте! Как всегда в это время мы говорим о людях и событиях, заслуживающих особого внимания. Это Вести Хакасия, события недели. С вами Марина Конодакова. Терпения больше нет. Не получающие зарплату культработники готовы на голодовку. Ситуация в вершине ЧОИ заставила республиканские власти узнать, что проблемы есть и в других территориях. Очередная громкая отставка в правительстве Хакасии. Пост главного по углю и другим природным ресурсам покинул Борис Варшавский. Предложение недели или голь на выдумке хитра. Глава Абазы считает, что безработных можно обложить налогом. Перерасчета не будет. Абаканская ТЭЦ намерена в суде отстаивать свое право на экономически обоснованные тарифы и схему их оплаты. А в прокуратуре и жилой инспекции директор предприятия советует лучше работать. Не утихают страсти в Черном озере. На прошлой неделе там погиб водитель лесовоза, не сумевший вырулить на повороте. Чтобы привлечь внимание властей, люди готовы перекрыть опасную дорогу. Начнется ли вовремя капитальный ремонт многоэтажек, если не все хотят его оплачивать? Об этом расскажет наш эксперт, директор фонда капремонта Антон Иванов. На этой неделе правительство наконец узнало о том, что в районах большая задержка по зарплате перед сельскими культоработниками. Наиболее острая ситуация в вершине Тёи. Там работники ДК и библиотеки вообще не получали денег с октября. Проблема задержки зарплат также есть в селах Бейского и Ширинского районов. Рассказывает Константин Кравцов. Бюджетники вершины Тёи дошли до последней черты. Зарплату не платят с октября. Каждый выкручивается как может. Но с тех пор жизнь подорожала так, что нормальной работающей семье жить становится не на что. У меня муж работает на две третьих в Руднике. Он принёс 9 тысяч в этом месяцу. Две сто нужно заплатить за садик. Две сто. И нужно купить что-то поесть, потому что ребёнок маленький. Ему фрукты нужны и всё остальное. За квартиру платить и плюс у нас ещё кредит из суда. Вот как жить, скажите? У людей огромнейшие задолженности по квартире, по свету, по детским садам. В магазинах долг уже никому ничего не дают. Вы вот сейчас очень, конечно, красиво рассказываете. И просто накануне действительно дня культработника. Вот конкретно ваше предложение. Вы сейчас просите нас, чтобы мы ещё потерпели или как? На переговоры с культработниками приехали представители Общероссийского народного фронта и Министерства культуры. Помимо того, чтобы успокоить людей, они попытались разобраться, в чём причина проблемы. Благополучие вершины Тёи полностью зависит от стабильности Рудника. А там дела пошатнулись ещё до начала кризиса. Предприятие уменьшило налоговое отчисление, поэтому и стало нечем платить местным бюджетникам. Как правило, это работники администрации и учреждений культуры. Гости из Абакана уверяли, что ничего не знали о бедственном положении посёлка. Однако собирающимся на голодовку уже всё равно, кто виноват. Больше сил нету. И ещё раз говорю, 30-го мы садимся на забастовку у нас в ДК. Будет, за два месяца зарплата не устраивает. Мы просто сядем. Глава сказала, я приду и сяду с вами. Сейчас, может быть, вот в эти самые минуты, да, эта ситуация решается. То есть выход будет найден. Выход действительно был найден. Ситуация с долгами перед работниками культуры дошла до главы Хакасии. И он поручил немедленно решить вопрос. Как уверяет глава, республика выделяла необходимые деньги на выравнивание бюджетов. Почему их не потратили на выплату зарплат, предстоит выяснить. У нас нет такой нужды, чтобы не выплачивать заработную плату. А я еще лично курирую культуру. Вот здорово. В преддверии праздника узнаю, что у нас в Аскитском районе не платят. Еще и говорят, что денег республика не дала. Вот мне вот это бесит. Ширинцы шалят, Бея не платят. И нашли самых богатых. Выбрали их. Себе не выплатите? Отдайте культуре. Там вашей личной зарплаты как раз на всю культуру хватит. Без зарплаты, как уже сказано, также сидят сельские работники культуры Бейского и Ширинского районов. Глава региона обратился к прокуратуре с просьбой проверить финансовые потоки в поселениях. Активисты Общероссийского народного фронта держат ситуацию на контроле и планируют провести еще немало встреч с бюджетниками. Именно в ходе таких совместных обсуждений и должно родиться решение зарплатной проблемы, связанной с дефицитом республиканского бюджета. Константин Кравцов, Анастасия Стародубова, Станислав Колченаев, Вести Хакасия, События недели. Поступили деньги в чую или нет, мы будем следить за развитием ситуации. Однако мало просто погасить долг. Если нет средств, то завтра долги снова появятся. Из-за финансовой напряженности в сельских поселениях культура всегда будет первой под ударом. Поэтому есть смысл перевести их сельских бюджетов в районные. С таким предложением выступают активисты Общероссийского народного фронта. Одним из путей решения этой проблемы могло бы стать объединение маленьких юридических лиц, клубов, музеев маленьких в единые какие-то районные учреждения. Это позволило бы экономить бюджет, это позволило бы контролировать его и действительно оптимизировать какие-то расходы. Потому что сейчас вот такие маленькие учреждения культуры действительно будут испытывать дефицит средств. А сейчас о том, как республиканское правительство работает с главами муниципалитетов, а точнее учит их о зам выживания в трудных экономических условиях. Как считают в Сером доме, властям на местах нужно больше проявлять инициативы, так как от них, так же как от республиканских министров, зависит преодоление кризиса. На первой встрече были главы Абазы и Таштыбского районов. Виктор Зимин поставил им конкретную задачу – развивать экономику и добиться повышения доходов. Главы Таштыбского района и Абазы к бездельникам, конечно, себя не относят и понимают, что в поиске денег сейчас нужно искать нестандартные решения. Глава Абазы додумался до совсем оригинальной идеи. Городскую казну, по его мнению, можно пополнить за счет нового налога. Для безработных. Ты должен принести, как ты платишь квартплату, и заплатить подоходный налог и пенсионный. И я думаю, что по Абазе, так мы прикидывали, это в пределах 40-50 миллионов по году. А что такое 40-50 миллионов? Если сегодня мы на Абазу получаем 5 миллионов, вот в том году на асфальт, и мы были очень рады. А если это 50 миллионов, мы бы все в Абазу, подремонтировали бы все дары. Предложения Николая Байбородова в правительстве поддержки не нашло, так как вопрос с налогами решается на федеральном уровне. Но как тут не вспомнить известную мудрость про две беды в России? Одной из самых обсуждаемых новостей недели стала отставка Бориса Варшавского. Экс-министр промышленности и природных ресурсов считался одним из самых тяжеловесных министров в правительстве. В свои 35 Борис Варшавский сделал неплохую карьеру. 10 лет он возглавлял разрез Степной, дважды был депутатом Верховного Совета. А затем Виктор Зимин пригласил его на работу в правительство, в одно из ключевых ведомств Министерства промышленности и природных ресурсов. Министром Варшавский пробыл всего полтора года, но за это время он занимался крупнейшими региональными проектами. По развитию компании «Руда Хакасия», а также по освоению бейского угольного месторождения. Казалось, что работа в правительстве вполне устраивает успешного менеджера и отвечает его амбициям. Тем неожиданней стала новость о его увольнении по собственному желанию. К другим темам. Конфликт между Абаканской ТЭЦ и городской администрацией, возникший вокруг перерасчета за тепло, вынесен на публику. Во вторник директор станции Олег Петров выложил все, что у него накипело по отношению к мэрии, прокуратуре и жилинспекции. Это тот самый случай, когда скандал оказался больше самого повода. В январе резко подорожала стоимость тепла в тех домах, где нет общедомовых приборов учета. Таких в столице всего менее 15%. Однако шумиха вокруг них поднялась нешуточная. Так стоит ли жильцам ждать перерасчета или, возможно, придется платить еще больше? Смотрите далее. Подобного рода конфликты – это, в принципе, чисто рабочая ситуация. Здесь почему-то администрация Абакана, я считаю, что это администрация Абакана, телерадиокомпания, потому что абаканская администрация решила, что конфликт надо вынести, как говорится, в публичное пространство. Из-за чего может быть спор? Только из-за денег. В январе жители, оплачивающие тепло по нормативам, ужаснули счетам за коммунальные услуги. Плата резко выросла после того, как Абаканская ТЭЦ решила брать за свои услуги неравными долями круглый год, а за 9 месяцев, пока есть отопление. В жилинспекцию и прокуратуру тут же посыпались жалобы. По итогам проверки надзорники сообщили – директор ТЭЦ был неправ. Теплоснабжающие организации допущены нарушения, по нашему мнению, требований. Законодательство о ценообразовании при расчете платы за тепловую энергию. В связи с чем нами и в отношении директора данной теплоснабжающей организации Петрова Олега Валентиновича возбуждено административное производство. Однако сам обвиняемый не собирается подчиняться требованию прокурора. По мнению Олега Петрова, законы не нарушены. Просто есть путаница в документах. Постановление правительства Хакаси утверждает круглогодичный расчет, но не конкретизирует нормативы. А есть еще постановление мэра Абакана шестилетней давности, которое разрешает другой порядок. Сегодня существует, как я еще раз говорю, дисбаланс в двух документах. Вот один противоречит другому. Вот есть постановление номер один, есть постановление номер два. А как бизнес должен работать в этой ситуации? Объясните мне. Есть позиции две. Есть позиция, что мы ничего не должны делать, мы должны сидеть, спокойно смотреть на происходящее событие. Это в частности позиция жилищной инспекции, это позиция прокуратуры. Еще один участник конфликта – управляющая компанией Абакана. Олег Петров уверен в том, что они присваивают себе те деньги, которые люди платят за тепло и горячую воду. Пример тому – уже обанкротившиеся организации, которые не перечислили тепловикам огромные суммы. Еще 350 миллионов должны тепловые сети. Таким образом, общий долг города перед ТЭЦ – 726 миллионов. В администрации все это признают, но не понимают, почему Олег Петров обвиняет их в нагнетании ситуации. Мы сегодня самая главная кредитная организация для города. Это действительно так. Вот сегодня фактически бюджет города – 350 миллионов – он просто попользовался нашими, пользуется до сих пор нашими деньгами. Мало того, что он ими пользуется, мы даже понятия не имеем, когда мы их назад вернем. Мы, в принципе, прямого отношения к какому-либо финансовому состоянию или чего-то, мы не имеем и не воздействуем и не можем. Здесь мы всегда будем на стороне того, чтобы у граждан всегда был своевременно, качественный любой ресурс. Поэтому нам в скандале здесь нечего. Позиция ТЭЦ тверда. Выставленные суммы за тепло обоснованы, а перерасчет, если и будет, то в сторону повышения. По мнению Олега Петрова, в октябре-декабре 2014 года тариф был занижен, поэтому предприятие собирается его обжаловать. И если ему это удастся, то за тепло придется доплачивать всем потребителям без исключения. Мы считаем, что мы справедливо выставляем населению экономически обоснованный тариф. Я понимаю, что это дело судебного разбирательства. Мы будем свою позицию отстаивать в этом направлении. Если скажут, что мы не правы, значит мы отзовем счета фактуру. На жесткие меры предприятие идет не от хорошей жизни. В условиях финансовой нестабильности и отсутствия господдержки в виде выпадающих доходов ТЭЦ вынуждена защищать, прежде всего, свои интересы. А это всегда невыгодно для рядовых потребителей. В Черногорске история с перерасчетом за тепло похоже закончится в пользу потребителей. В прошлом выпуске мы рассказывали о том, что жители девятого поселка два года ждут, когда компания Теплоресурс вернет им деньги. На этой неделе глава города угольщиков потребовал от коммунальщиков решить вопрос. Теплоресурс начисляет плату за отопление по нормативам, хотя в домах есть приборы учета. Некоторые потребители с помощью прокуратуры смогли через суд добиться перерасчета, и компания выплатила им приличные суммы до 11 тысяч рублей. Оставшемуся большинству советуют также подавать иски, но люди с этим не согласны. Раз компания нарушает закон, она сама без указаний суда должна сделать перерасчет. После выхода нашего сюжета в эфир Василий Белоногов провел в администрации совещание по данному вопросу и потребовал от поставщика тепла не испытывать терпение людей, а исполнить закон. Мы возобновляем рубрику «Парламентские вести», в которой рассказывается о работе Верховного Совета. И сегодня речь пойдет о праздновании 20-летия Конституции Хакасии. Главный документ республики был принят 10 мая 1995 года, и отмечаться это событие будет в течение всего нынешнего года. Своебразный договор о согласии и гарант стабильности в республике. Так сегодня вспоминают о Конституции Хакасии те, кто был причастен к ее созданию два десятка лет назад. Но до главного события – мая 1995-го – были еще годы работы. Принятие Конституции и разработка ее началась с 1991 года. В 3 июля 1991 года Верховный Совет России принял закон о преобразовании Хакасской автономной области в Хакасскую СССР без всякого «а». Автономии не было. Хакасскую Советскую Социалистическую Республику. Такие же, какие были Украинская СССР, Белорусская и прочие. На создание Конституции ушло почти 4 года. Принятие собственного основного закона в маленькой республике тогда не могло не вызвать вопросов и даже некоторой иронии. Однако наши депутаты действовали в соответствии с пятой статьей Конституции России. Именно республика является в скобках государством, которое принимает Конституцию. А такие субъекты, как край, область, они принимают уставы. И это, получается, не наша какая-то, ну, в общем-то, самодеятельность в большей степени, а это та конституционная норма, которой руководствовался Верховный Совет Первого Созыва и принял именно тот формат документа, который сегодня отмечает свое 20-летие. При этом я хотела бы еще обратить внимание, что именно данный документ Конституции нашей республики определила все основы конституционного устройства. За 20 лет с момента принятия в Конституцию республики 7 раз вносили изменения. Все они были связаны с федеральным законодательством. Приходилось приводить в соответствие новым законам об образовании, коррупции и другим. И каждый раз, признают парламентарии, это был болезненный процесс. Я, конечно, не отношусь к нашему основному закону, как к священной корове, но, в принципе, для меня это что-то очень святое. Чем меньше мы вносим изменения в основной закон, тем, называется, он является стабильнее. Вечно привожу пример к Конституции Соединенных Штатов Америки. Действуют с конца 18 века, и на сегодняшний день, в общем-то, никаких изменений, за исключением били о правах, не вносилось. И тем не менее живем, да? Юбилейный год ознаменуется целым рядом мероприятий. Для школьников тематические конкурсы, рисунков, плакатов, сочинений. Молодежь соберут за круглым столом, где обсудят болевые точки законодательства. В планах интеллектуальные и спортивные соревнования. А каждый житель Хакассии уже сейчас может проверить свои знания о главном законе. На сайте Верховного Совета уже запущено тестирование на тему «Знаете ли вы Конституцию Республики Хакассия?». Нажимаем «Пройти тестирование». Итак, первый вопрос. Когда была принята Конституция Республики Хакассия? Варианты ответов. 25 мая 1995 года, 25 декабря 2017 года, 12 декабря 1993 года. Мы выбираем ответ 25 мая 1995 года. Сразу после завершения тестирования появляется результат. В нашем случае 100% попадания. Все 26 ответов оказались правильными. Кстати, организаторы обещают отметить тех, кто лучше всех знаком с Конституцией Республики, а заодно и со своими правами. Также на днях в здании правительства открыли передвижную фотовыставку. Экспозиция побывает и во всех муниципалитетах Хакассии. Чтобы каждый желающий смог приобщиться к истории становления государственности Республики. Изюминка выставки – уникальные фотокадры разработки и принятия Конституции 20-летней давности. Вы увидите все этапы большого пути Республики, начиная от момента принятия присяги главой Республики Хакассии. Обратите особое внимание на то, что именно на тексте Конституции Республики он дает эту присягу и после ее принесения становится полноправным, так сказать, хозяином субъекта Республики. Кроме этого, вы увидите, что особое знаковое место занимает социальная сфера деятельности нашего республиканского парламента и республиканского правительства. Поэтому особое отношение к старикам, особое отношение к детям, особое отношение к тем социально незащищенным категориям населения. Поэтому я думаю, что когда вы пройдетесь по этой выставке, вы еще многие какие-то странички, неведомые для себя, откроете. Поэтому всем новых открытий! В эфире Вести Хакассия. События недели. И мы продолжаем. Жители села Черное озеро Ширинского района все-таки дождались реакции властей на вопиющий случай, который произошел на прошлой неделе. Водитель лесовоза не справился с управлением и въехал на детскую площадку, на которой в это время были школьники. Никто из ребят не пострадал, а вот мужчина за рулем погиб на месте. Сельчане уверены. Произошедшая не случайность, а закономерность, от которой напрямую зависит безопасность их деревни. Репортаж Елены Крыловой. Уполномоченный по правам ребенка в Хакассии на вопиющий случай отреагировал первым. Однако Сергей Сапеев признает, ситуация сложная. И пока здесь больше вопросов. День, когда в Черном озере сельский праздник Челпазы чуть было не закончился трагедией, местные жители запомнят надолго. Груженный лесовоз влетел на школьный двор, машина буквально всмятку, водитель погиб на месте. Непонятно, каким чудом удалось спастись детям. Около 300 человек здесь вот было. Вот буквально на пути вот этой машины здесь была толпа, вязали на березы ленточки. Это вот волосы дымом поднимаются, чтобы здесь случилось. Вчера вот эти деточки играли здесь. И вот как эти бревна катились, и катились на ребятишек. Очевидцы успели заснять на телефон, как бревна и машину пытались убрать. Однако на следующий день от погибшего водителя отказались все ближайшие лесозаготовители. Лес везут из Орджоникидзевского района. И через Черное озеро водители сокращают путь. Экономят 15 километров, выбирая опасную дорогу. Вот вниз едем, вот. Она все набирает, набирает скорость. Хотя, хоть как тормозит. Ездят пьяные, едут туда пьяные, заезжают в магазин, затариваются огромным количеством спиртного. Что прошлое было авария, и эти водители были пьяные. Почему они так себя вольготно ведут? Потому что им, приказ, видимо, гаишникам, их никто никогда не останавливает. Их никто не останавливает. Вот, видимо, очень высокопоставленный человек стоит за спиной. К слову, после аварии лесовозы так и продолжают каждый день ездить через деревню. На следующей неделе в Черном озере пройдет сессия местных депутатов. И они будут решать вопрос установки дорожных знаков, запрещающих въезд в деревню большегрузом, которых по каким-то причинам до сих пор здесь нет. Уполномоченный по правам ребенка в Хакасии подключил к работе ширинскую полицию. Сказать сейчас о результатах, которые будут, да, ну, очень сложно, потому что всего три дня прошло. Все-таки требуется время проверить, кто возит, почему возит, почему проезжают через деревню и так далее. То есть необходимо все-таки органам, которые обязаны принимать меры, в том числе полиции, нужно время все-таки дать для того, чтобы они могли проверить эту ситуацию. Мы, безусловно, будем держать этот вопрос на контроле сейчас. Я думаю, что в течение дней десяти нам что-то сообщат. Что касается последствий аварии, школьный двор так и остается разрушенным. Местные власти оценивают ущерб, однако возмещать его, похоже, некому. И если этот случай удастся спустить на тормозах, жители Черного озера пойдут на крайние меры, перекроют въезды в деревню. Елена Крылова, Дмитрий Парахин, Игорь Брюханов. Вести Хакасия. События недели. С января жители республики должны отдельно платить за капитальный ремонт многоэтажных домов. Но делают это не все, причем отказываются от этого вполне осознанно. Как это может повлиять на реализацию программы и не будет ли в ней сбоем? Об этом моя коллега Наталья Чудина спросила у директора фонда капремонта Антона Иванова. Программа капитального ремонта многоквартирных домов у нас уже заработала в Хакасии. Вот уже несколько месяцев людям приходят квитанции с этими счетами. Но, к сожалению, не все их оплачивают. Вот вы не боитесь, что из-за такого отношения людей к этой программе, программа просто забуксует? На самом деле, я считаю, что мы хорошо начали. У нас обязанность возникла в декабре. То есть первые платежные документы пришли уже в январе. И в силу объективных причин у нас в принципе в январе низкая оплата жилищных и коммунальных услуг. У нас в первом месяце было более 50%. На сегодняшний день у нас выше 60% сбора средств идет третий месяц уже, когда мы выставляем платежные документы. Конечно, не без сложностей. Но в целом у нас люди были проинформированы и многие понимали, за что они платят. Ведь у нас с 93-го года не было системности в капитальном ремонте, не было планирования. Неизвестно было, когда он будет. Это больше лежало на плечах управляющей компании. И в отдельных случаях муниципалитет подключался, чтобы хоть как-то это спланировать. Оплачивать начали. Конечно, работаем. Конечно, не без сложностей. Есть и ошибки. И в платежных документах. И люди не понимают, будут ли льготы. И на старого собственника приходят площади. У нас очень много сейчас обращений. Ну, надо просто еще немножечко доработать. Ну, а что будет с теми, кто все-таки решил не оплачивать эти счета? Ну, те, кто решил на сегодняшний день не оплачивать, они наносят ущерб тем в своем доме собственникам, которые хотят, чтобы капитальный ремонт состоялся. И логично, что интересы добропорядочных, назовем их так, собственников, необходимо защищать. Защищать и все-таки делать так, чтобы ремонт состоялся. Поэтому будем обращаться в суд, будем работать с неплательщиками. Ну, и мы начнем капиталить дома уже совсем-совсем скоро. То есть уже будут видны результаты, и люди, наверное, все-таки потянутся. На следующей неделе уже опубликуем первый конкурс в газете «Хакасия». Сюда подрядчикам уже можно начинать следить. Планируем на 41 дом объявить уже конкурс. Но всего в этом году планируется 216 домов от капиталей. Процент собираемости лишь 60% на сегодняшний день. Что будет, если просто денег не хватит на эти 216 домов? Ситуация, когда у нас не стопроцентная оплата, она у нас в региональную программу как один из рисков заложена. То есть мы не все средства планируем потратить от собранных средств в год, в 2015, а 90%. И плюс еще процент собираемости при формировании программы был учтен в муниципалитетах, он разный. От 80 до 93%. То есть вот 80-90, плюс мы 90 только потратить можем. Поэтому здесь риск такой небольшой. Но в любом случае капитальные ремонты состоятся. С точки зрения даже здравого смысла дома ремонтировать нужно. Мы обследовали каждый дом и увидели, что тянуть здесь нельзя, нужно его делать. А новые дома? Вот отдельный вопрос. Люди возмущаются, неужели они тоже должны сдавать деньги на капремонт? Жилищный кодекс предлагает нести изменения. Во втором чтении уже в Госдуме приняты эти изменения. О том, что у дома есть гарантийный срок. Он разный бывает. Ну, возьмем в среднем 5 лет, да. И вот этот гарантийный срок, пока все недочеты устраняются еще подрядчикам, вот этот льготный, так называемый, период хотят ввести официально. То есть субъекту дадут возможность определить этот период от года до, ну, не более 5 лет, да. И только после этого у собственников возникнет обязанность по оплате взносов. Ну, спасибо большое, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Зрителям я напоминаю, что сегодня в гостях у нас был Антон Иванов, директор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Хакасии. Спасибо, что были с нами. Еще увидимся. Теплая погода напомнила об опасности степных палов. На этой неделе произошли самые крупные возгорания с начала года. Одно из происшествий случилось в Белом Яре. Там загорелась территория промбазы. Как предполагает ее директор, огонь пошел по степи из-за человеческой небрежности. Якобы кто-то из местных жителей поджег сухостой. С территории промбазы пожар распространился на ближайшее придорожное кафе, работникам которого удалось сбить пламя. Всего на ликвидацию ЧП пожарные потратили несколько часов. В этот день возгорания произошли не только в Алтайском районе, но также в пригороде Абакана, в Усть-Абаканском районе и под Черногорском. По оценкам управления ГУ и ЧС, пожары в степи стали крупнейшими с начала года. Специалисты еще раз просят жителей республики соблюдать правила пожарной безопасности, и тем более не поджигать траву и оставлять после себя костры. Ученые закончили зимний учет животных в заповедных территориях. В Хакасии в этом году сроки работы пришлось сдвинуть. Зима выдалась малоснежной, и лишь осадки в феврале дали возможность подсчитать следы. Результаты порадовали. На территории заповедника Хакасии впервые за несколько лет обнаружены следы ласки. Больше стало сибирского соболя и косули. О том, что могут рассказать даже самые мелкие следы на снегу, Анна Ахпашева. Пока природа еще спит, у сотрудников заповедника горячая пора. Учет следов животных обычно начинают в январе, но в этом году погода внесла свои коррективы. Работу в степной зоне удалось провести лишь в феврале, тогда выпал снег и практически сразу растаял. Это наглядно видно в одном из самых живописных участков заповедника Хакасии, Аглахты. За территорией в 2500 гектаров следят всего три инспектора. На заповедном участке сотни представителей флоры и фауны. Есть и краснокнижные, 20 видов растений, 6 видов млекопитающих. И сотрудники знают на вид всех. За 18 лет можно выучить. Именно столько отработал на этой территории Вадим Апрелков. Зверя стало больше, потому что территория охраняется, нет ни охотников здесь, ни выпаса скота нет. Сказывается это, конечно. Сама методика подсчета за 100 лет не изменилась. Ученые буквально по следам проходят десятки километров. Среди тех, кто наследил в этом году – зайцы, лисы, волки, рысь, кабарга, соболь. Эти животные, постоянные обитатели заповедника, чувствуют здесь себя вполне комфортно. Порадовали косули, их стало больше. И теперь следы этих копытных встречают даже возле озер, куда раньше животные не приходили. Еще одно открытие этого учета – ласки, самые маленькие представители отряда хищных. Этих зверьков ученые не встречали уже несколько лет. Возможно, не совпадали маршруты. Теперь же за этой популяцией будут следить более тщательно. Совсем иначе обстояли дела в таежной зоне. Здесь все с точностью да наоборот. На таежных наших участках Мало-Абакан и Заим-Калыковых снежный покров превышал те параметры, которые были в предыдущие годы. Шел постоянный снег и необходимо было дождаться, когда уляжется снежный покров и выявить и провести зимние маршрутные учеты. Чтобы подсчитать животных, в таких условиях нужны не только навыки следопыта, но и хорошая физическая подготовка. Сотрудники заповедника пробиваются сквозь непроходимую тайгу на снегоходах. Не обходится и без происшествий. На вооружении инспекторов сегодня не только зоркий глаз. Третий год подряд учеты проводятся с использованием GPS-навигаторов. Это позволяет прокладывать новые маршруты и пополнять базу уникальных кадров. Такие сцены жизни животных лицезреть воочию у человека уже не получится. Анна Ахпашева, Дмитрий Парахин, Дмитрий Кузнецов. Вести. Хакасия. События недели. Это все, о чем мы успели рассказать. Материалы программы можно также посмотреть на нашем сайте. Я желаю вам приятного окончания выходных. Всего самого доброго и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин